Привет, друзья! Армения опасается санкций за сотрудничество с Москвой, заявил Пашинян. Цитата. Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции – наша красная линия, и мы говорим это очень четко Москве. Мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета. По его словам, из-за известной ситуации логистические цепочки грузоперевозок нарушились или вообще не функционируют, а многие товары, которые поставлялись в Россию напрямую, сейчас идут туда через третьи страны. Цитата. Мы являемся членом ЕС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес любит участвовать в программах, которые были созданы в последнее время. Ну, вообще, начать я хотел бы с поздравлений. С Новым Годом вас, добрые русские люди! Потому что, ну, он уже наступил, на самом деле, в ночь с 13 на 14 сентября. По... это по новому стилю, а по старому стилю, это, соответственно, 1 сентября наступил. А так называемый византийский, он же старообрядческий Новый Год. Семь тысяч пятьсот тридцать третий год от сотворения мира. С чем всех? И поздравляю! Значит, ну, это не для того, чтобы отвлечь вас от тягот решений, так сказать, нелегкой повседневной жизни. На самом деле, мне кажется, неплохо иметь представление, по крайней мере, по каким-то ключевым, не только историческим событиям. Опять-таки, вот ключевые исторические события, они по-прежнему существуют в нашей голове, в том формате, который был написан советскими историографами. Причем процентов 90, наверное, современной истории, вот в том виде, как она преподается российским гражданам, она, в общем, написана при товарище Сталине. Это нехорошо и неплохо, это просто данность. И вряд ли советские школьники, ну, по крайней мере, обычные, непродвинутые, знали о том, что вообще на Руси до Петра I Новый год, новолетие, отмечалось именно 1 сентября. А вообще, вообще Новый год, ну, праздником никаким особо он не был, потому что Русь, как православная страна, жила просто по церковному календарю, и в этом церковном календаре было 12 главных праздников. В России, в отличие от Европы, главным праздником всегда являлось и является воскресение Христова, в простонародье Пасха, а у них, значит, у этих пиндосов, соответственно, Рождество Христово. Мы тоже Рождество отмечаем, но, правда, в другой день. Но, тем не менее, 1 марта довольно долго отмечалось начало Нового года. Ну, понятно, в общем, как бы корни вполне себе языческие, некоторым до сих пор язычество очень нравится, некоторые вообще из термоядерного православия, в общем, делают такой разворот на 180 градусов и отправляются, в общем, искать память предков, как некоторые, так сказать, видные деятели современной российской истории. Не буду говорить, кто, но чтобы лишний раз не обижать. Но вообще, в 462 году в Византии до Восточно-Римской империи было установлено, что Новый год начинается с 1 сентября. Все подчинено было государственной целесообразности. С этой даты начинался отчет налоговых начислений. Представляете, насколько все очень просто. Вот, если вам нравится, соответственно, Новый год отсчитывать от 1 января, мне лично нравится, то и отсчитывайте. Потому что в современной российской традиции налоговые начисления тоже ведутся с 1 января. Так что вот так вот все и устроено. Еще раз поздравляю всех с Новым годом. Да-да, с нашим русским, точнее, с византийским Новым годом, который начинался 1 сентября, точнее, с 13 на 14 сентября по новому стилю. Когда его начинали так праздновать? В 462 году в Восточно-Римской империи. Было решено, по-моему, император Юстиниан постановил, что, соответственно, налоговые начисления начинаются с 1 сентября. И это было обозначено как новолетие. Ну, а мы, соответственно, в общем, позабыли память предков, забыли, так сказать, свои скрепы. И привыкли постепенно к тому, что придумал государь-император Петр Великий. Отмечая вместе с проклятущей Европой с 31 на 1 января. Но мы, правда, в любом случае, даже при Петре и последующих Романовых, все равно отвечали его по своему русскому календарю. Так что вот так тому и быть. Ну, мне кажется, что, помянув и русских царей, и даже византийских императоров, наверное, имеет смысл пару слов сказать о крестном ходе, который состоялся в день памяти святого праведного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге. Давайте я вам покажу кусочек вот этого мероприятия со звуком, а иначе будет совершенно непонятно, с чего вдруг я решил в субботу, уже спустя два дня, об этом поговорить. Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Ну, вот так вот. Ну, вот так вот. Значит, по поводу этого мероприятия, ну, то, что называется секулярно, общественность не отреагировала никак, ну, во-первых, мероприятие проходило в городе Петербурге, а не в Москве, а москвичи, причем любые москвичи, что патриоты, что проклятущие либералы, ну, из тех, которые остались, они, конечно, конченые эгоисты, и считают, что настоящая жизнь происходит исключительно в Белокаменной, а все, что вот где-то в другом месте, ну, это какая-то такая экзотика провинциальная. И да, да, Санкт-Петербург они рассматривают, ну, как нечто, ну, что-то такое, вроде Суздаля, большого, куда, ну, раз-два раза в год имеет смысл, так сказать, съездить, отдохнуть душой, сказать, ох, как здесь интересно, как необычно, не как, так сказать, в нашем нормальном городе. Но это совершенно напрасно, потому что, ну, во-первых, и мощи святого князя Александра Невского находятся в Александр-Невской лавре в городе Санкт-Петербурге, а, во-вторых, на этом крестном ходе приняло участие несколько десятков тысяч человек, что, в общем, немало раз, а, во-вторых, мы, в общем, давненько уже не видели никаких массовых мероприятий, ну, скажем так, которые не получили государственного благословения. Ну, у нас же, кстати, антиковидное ограничение, поэтому, ну, вот, поскольку, опять-таки, почти повсеместно существует риск заразиться страшной смертельной болезнью, ну, вот, никаких там митингов особо и не происходит. А здесь, удивительным образом, местная питерская власть благословила, и, в общем, как бы это правильно, еще бы они не благословили бы крестный ход, но что меня, ну, я бы сказал бы так, немножечко покорябало, во-первых, покорябало мой слух музыкальный, а, во-вторых, покорябало немножечко мое неофитское, христианское сознание. Мы заложники стереотипов на самом деле, абсолютно во всем. Касается ли это еды, какого-то бытового поведения, общепринятой этики, ну, не знаю, допустим, мы точно совершенно знаем, есть такой стереотип, что если ты едешь в транспорте, и тебе захотелось там видос посмотреть или какую-нибудь лекцию, то не надо включать его на громкую связь, наушники себе запихни в череп и слушай все, что угодно. А ежели ты включил громкую связь, то ты папуаз, дикарь какой-то, и с большой вероятностью тебе могут сделать либо замечание, либо посмотреть на тебя как на животное. Хотя это не более чем стереотип поведенческий. Вот и я в этом смысле абсолютно обычный человек, обыватель, такой же, как вы, дорогие мои зрители и слушатели. В моей голове существует стереотип, как выглядит крестный ход. Ну, во-первых, есть знаменитые ежегодные крестные ходы, которые проходят и в России, ну, например, в Екатеринбурге, Ганиной яме, каждый год идет большой крестный ход. Большие крестные ходы были на Украине до войны. Можете найти, ну, где-нибудь на видеохостингах незамедленных, как это выглядело, когда православный народ шел от Киева-Печерской Лавры до Почаевской Лавры. И даже на Украине вполне себе одичавший, потому что последний большой крестный ход, вот, который я помню, это, наверное, был 21-й год. 21-й год. То есть уже после Майдана, после вот всех этих бесчисленных безобразий, и вот шли сотни тысяч православных людей на Украине, я прошу подчеркнуть, и никто там не орал слава Украине, героям славы. Никто не орал. Более того, и украинские радикалы, и мы отсюда воспринимали, ну, по какому-то чистому недоразумению, этот крестный ход, как некоторое такое выражение лояльности русскому миру и России, что, конечно же, было совсем не так. Крестный ход, он вообще про другое, он не про патриотизм. Ну, я вообще больше вам скажу, Христос и церковь Христова, она не про патриотизм. У христианина одна Родина, это Царствие Небесное. Даже если кого-то это ранит в самое сердце, я оскорбит, и, в общем, даже, может быть, кто-нибудь сейчас подпрыгнет с дивана и начнет бегать по комнате, ну, вот оно так. Потому что церковь, она вселенская, она не то, что не признает, она вообще не знает, она в упор не видит никаких границ, она не видит и не понимает никаких языков, никаких государств, разных политических наций, ну, про политических наций тут вообще отдельно разговор, потому что политические нации были изобретены в 19 веке всего лишь, а до этого, ну, допустим, на той же Руси, в понятие Русь входила и Малая Русь, говорили, что мы христиане или крестьяне, ну, вообще, вот, простой народ, крестьяне, они думали, что это то же самое, что христиане, ну, так оно на самом деле и было. А есть басурмане, употребляю максимально политкорректный термин, потому что басурмане, они же иноверцы, да, они разделялись на несколько, в общем, разных подгрупп, которых вот добрый православный народ различал в своей жизни. Ну, и, в общем, как-то помещал вот там свою классификацию. Кто совсем враги, а кто, ну, так себе. Понимаете, да? И то, что на крестном ходу в память о перенесении мощей, в том числе, святого благоверного князя Александра Невского люди скандируют, ну, вполне себе политический лозунг «Русские вперед», к которому я отношусь с большой симпатией. Тут вот перед началом эфира мне коллеги говорят, Сергей Александрович, да мы вполне вас там себе представляем, как вы идете и вместе со всеми скандируете «Русские вперед». Не совсем так. Я никогда в строю не любил ходить и вместе со всеми ничего кричать тоже не любил. Такая особенность характера. Но в принципе, в принципе, понятие «политический национализм», то, как этот термин понимается, трактуется европейской историографией в политологии, я прекрасно знаю. Он нейтральный, он ничего не означает. Ну, то есть, скажем так, ничего плохого. То, что у нас люди, многие люди, ну, с таким вот скрепкой закваской советского воспитания говорят, что «да ты националист!» Ну, у меня это всегда вызывает усмешку. То есть, сначала хочется, ну, из принципа, из вредности сказать «да», а потом я понимаю, что любая дискуссия, она возможна только когда люди договариваются о терминологии, и каждый термин для двух говорящих или спорящих представляет что-то одно и то, или примерно одно и то же. А это, то, что я вам показал, это сапоги в смятку. Во-первых, это плохо, потому что любая попытка политически оседлать православие, христианство, ничем хорошим, в том числе и в русской истории, не заканчивалась. в-третьих, я за всем этим движем вижу уши вполне себе конкретных людей с именем и фамилией, со структурами, которые за ними стоят и которые они финансируют, поэтому по моему субъективному мнению, абсолютно частному субъективному мнению одобрять все вот эти вот игры, а тем более поддерживать нашей дорогой и любимой власти, даже региональной, точно не стоит. Вообще не стоит. Потому что когда сейчас на пасхальную ночь или на Рождество или на крещение или на любой другой двунадесятый праздник люди приходят в церковь, причем, ну, приходят люди разные, приходят люди воцерковленные, приходят так называемые захожане, приходят вообще вот праздношатающиеся персонажи, которые, ну, вот дед Гужбаня, допустим, в районе Никольска, я это наблюдал много-много-много лет, поскольку ходил на пасхальную службу вот всегда в один Богоявленский собор. А там, соответственно, вот народ тусуется, кто-то даже подбухивает, и вдруг тут прекрасный колокольный звон, и какие-то люди идут и поют «Христос воскресе из мертвых», и вот кто-то, кто-то и присоединяется, а кто-то и заходит потом в храм, и даже достаивает до конца пасхальной службы. И никто этим людям никогда ни слова не говорит, не то, что, в общем, они там и поддатые бывают, и одеты там неподобающе. Пришли, да и слава Богу. Но главное, что объединяет всех вот этих вот людей, и почему церковь любому дом, любому человеку дом, потому что за порогом, когда вот переступает человек порог храма и входит, так сказать, в церковь, вот его политические воззрения, за кого он голосует, как он относится к философу Ильину, голосовал ли он за Ельцина, за Зюганова, и вообще ходит ли он на выборы, это вообще никого не интересно. И, собственно, это базовый принцип. Поэтому не надо вот это вот притягивать. Если у вас, дорогие мои, так сказать, политтехнологи, политики и вообще амбициозные люди, а некий дефицит идей, а точнее всякое отсутствие идей, то попытка использовать ну даже не церковь, а даже христианскую символику, ну не знаю. Я бы, заяц, с размаху бил бы по башке. Хотел сказать кувалдой, поскольку действие происходило в городе Санкт-Петербурге, но, наверное, это чересчур. Это не наш метод. Поэтому можно просто полицейской дубинкой. Достаточно. Наверное, я единственный, кто это прокомментировал, но более того, даже церковное начальство это никак не прокомментировал. Наверное, только один отец Павел Островский у себя в телеграм-канале об этом написал достаточно аккуратно, достаточно осторожно. Он все равно наступил на несколько заложенных мин, кого-то, в общем, оскорбил, кого-то обидел, но правильно, что написал. Он, как священник, и должен был это сказать, о том, что ни место политики в церковных стенах, ни место политическим лозунгам любым на крестном ходу. Мне казалось, что это важно, и об этом стоит сказать в политической программе. я бы не стал бы, я точно не проповедник, но поскольку у нас в стране достаточное количество людей, которым кажется, что они знают, как хакнуть систему, как пролезть в систему, как отжать себе место в этой системе, и, как пишут в ученых книжках, отдифференцироваться. Но ты должен чем-то отличаться, а ты кто? Ну, а я, значит, христианский политик, а я православный олигарх. Какая-то чепуха, мне кажется. Вот так вот. Еще, еще одно. Хоть с короговоркой, но хочу сказать. Значит, сегодня наткнулся на совершенно дурацкую и бессмысленную новость, которая вот в нижнем интернете на самом деле исключительно существует, но мне она показалась символичной и говорящей. Правительство Танзании объявило о том, что они застрелят две тысячи слонов, потому что им нечего есть. Не верите? Найдите. Об этом писали европейские западные газеты. А у нас, соответственно, перепечатали уже в общем в переводе. Безоценочно. А мне вот какая мысль в голову при этом пришла. Современное общество урбанизированное, оно, причем не надо разделять там западное общество, российское общество. В этом смысле мы абсолютно одинаково устроены и у нас срабатывают примерно вот одни нервные центры. Мы реагируем примерно одинаково на одни раздражители. Ну вот я, например, или вы. Вот вы сейчас услышали от меня новость о том, что в Зимбабве собираются застрелить то ли 200, то ли 200, ну, наверное, 200, 200 слоников, потому что им нечего есть. Вам же жалко слонов? Да, конечно, вам жалко, потому что любой русский человек помнит, головой качает слон, он слонихе шлет поклон. Мы любим слонов. Слоны хорошие, слоны добрые, мы так думаем. Нас совершенно не интересует, что каждый год в Индии слоны, значит, затаптывают насмерть там то ли 5, то ли 50 тысяч человек. Нам это не интересно. Нам нравятся слоники. Еще со времен Корнея Чуковского. И мы даже катаемся на них, ну, кто доезжает в Таиланде. И нам жалко, когда мерзавец погонщик бьет его по голове железной палкой. Мы в этот момент готовы погонщика самого заколоть этой палкой. И вот мы читаем новость, и нам жалко. А ведь эта история на это и рассчитана. То есть люди в Зимбабве прекрасно понимают, для чего они это сообщают. Алло, белые идиоты, дайте нам денег, иначе мы застрелим 200 слонов. Вот как это работает. Они не пишут о том, что в Зимбабве голод и умрут 10 тысяч детей, потому что всем плевать. Вот в этом большом белом мире эта информация вообще никак не цепляется. Никому от этого ни тепло, ни холодно и ни больно. А вот то, что убьют 200 слонов, о, это ужас. А представляете, что было бы, если бы власти Зимбабве сообщили бы, что из-за голода они собираются убить и съесть 10 тысяч котят. ООН скинулась бы деньгами и дала бы им миллиард денег. Вот что было бы. вот до какой степени изменено сознание современного человека. Мы ненормальные. Мы ненормальные. И то, что на крестном ходу кричат, ну, кто-то там вперед, ну, это в том числе еще одно отражение того, до какой степени у нас, в общем, кукуха съехала. Не у всех, нет, конечно, нет, конечно. Со слониками ровно та же самая ситуация. Как известно, знаете, как один человек мне сказал, животных не надо любить, животных надо жалеть, а любить надо людей. Вот собственно и здесь. Это так, что эта история, она не про слонов. Это история про всех нас и про то, в общем, как мы живем. К нам присоединяется Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России, соучедитель фонда «Помогаем нашим» телеграм-канал Родион Мирошник. Родион Валерьевич, я вас приветствую. Да, добрый вечер, Сергей. Значит, я открою вам тайну. С Родионом Валерьевичем я лично вчера договорился, просто перехватив его у моих коллег, которые хотели его ангажировать на другое время. Вот, вот что значит авторитет. Значит, ну, мне не очень хочется снова начинать обсуждать, значит, вот эту вот двухдневную страшилку про то, что начнется сегодня ядерная война или завтра ядерная война начнется, бог с ним. В общем, про это говорено, переговорено, но я хотел вот про что поговорить. То есть, очевидно, что это такая, ну, исходно-политическая комбинация. Неважно, рискованная она, не рискованная, но то есть, это не про то, что кому-то хочется действительно немедленно начать войну, вот прекратить все это, быстро умереть и все, значит, разошлись. Вот, тут, в общем, некая стратегия. У вас есть мнение, а что это за стратегия, ну, кто, во-первых, является ее хедлайнером, вот, и что должно быть в финале, по крайней мере, по задумке авторов? Давайте уточним все-таки, о какой стратегии речи и о каких авторах. Хорошо, я уточню. Речь идет о том, значит, как шел прогрев. Вот, 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 вот сейчас, вот Блинкин уже летит, вот, значит, британский министр уже летит, они уже летят к Байдену, и прямо сейчас будет дано разрешение, и ракеты, значит, какой-то большой дальности полетят по России. Все такие, значит, но, то есть, понятно, что ситуация была совершенно не шутейная, потому что, ну, наш президент очень редко дает комментарий от себя по каким-то политическим ситуациям, и тут он счел необходимым и важным, вот абсолютно, ну, вот абсолютно прямо, вот предельно понятно объяснить, что будет, если данное решение будет принято, и оно, судя по всему, было вот отыграно назад в последний момент, я не знаю, окончательно или нет, но вот драматургия вот этого политического действия, я ее, по крайней мере, увидел именно так. Отсюда и вопрос, то есть, вот есть некая политическая комбинация, рискованная, но для меня не вполне очевидно, зачем, вот что должно было быть в конце. Давайте пойдем от начала, да, потому что от начала, почему вообще возникла необходимость предоставления Украине дополнительных вооружений, которые угрожают прифронтовым территориям России и вот глубинной, тыловой, тыловой части России. Поражение на фронте. Поражение на фронте Украины, значит, поставленное под удар Покровск, движение в часам Яре, движение, вот на всем донецком направлении, угледарское направление, вот именно поэтому, то есть, смотрите, за 10 лет американцы не поменяли стратегию. За 10 лет они все время стараются балансировать, то есть, они все время понимают, как только мы начинаем продвигаться вперед, они тут же добавляют немножко газу, они добавляют новое вооружение, они добавляют какие-то поставки, они, и вот сейчас речь уже дошла до дальнобойных ракет. То есть, мы уже проходили «Дживелины», мы уже проходили «НЛО», проходили «Три Семерки», танковую коалицию, самолетную коалицию, вот это все уже прошли, да, то есть, сейчас дошли вот именно до этого, поэтому, во-первых, первый звоночек, это дела у Украины плохи, действительно, на поле боя, это прекрасно понимают американцы, прекрасно понимают западники, поэтому сейчас нужно что-то, да, то есть, которое бы вот, во-первых, создаст вот эту иллюзию новых возможностей Украины, а во-вторых, ну, покажут уже там соучастие западников, которые, ну, могут, они такие вот, знаете, они такие настолько мощные, что они располагают просто неограниченным количеством военного ресурса, которым могут повлиять на исход событий. И вот это, я думаю, это ключевая история была. Но в любом случае нужно тоже понимать, что и приезд Блинкина и Лама в Киев, и вот дальнейшая такая вот эстафета в Вашингтон, это верхняя часть айсберга. Это в любом случае, то есть, вот на поверхность было вынесено вопрос вот этих дальнобойных ракет. Сейчас, кстати, в украинских пабликах всячески пытаются переиначить эту историю, то есть, они говорят, нет, 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 вы неправильно поняли, это, значит, на самом деле штормы и скальпы нам уже разрешают, уже все можно, это можно, а вот Атакамсы, вот более дальнего, 500-километровые, вот эти нам не дают, а вот все остальные как бы нам так уже согласовали, поэтому вот-вот сейчас как бы это должно произойти. Но на самом деле там подоплека немножко глубже, потому что, во-первых, все эти дальнобойные ракеты, они все-таки с управляющей частью, которая имеет отношение к американцам, то есть, американские технологии, которые используются во всех трех видах ракет, даже не трех, а четырех, то есть, те, которые, Таурус, которые еще до сих пор, немцы все боятся поставить украинцам, поэтому во всех вот этих штуках, да, то есть, везде есть участие американцев, и там нужно согласие всех троих, то есть, одного, то есть, Британия, она как обычно, ну, вспомните, да, Британия, кто возглавлял танковую коалицию, да, первые челленджеры, британцы сказали, мы первые туда поставим, британцы так и не поставили никакие самолеты, но первые кричали о том, что они готовы поставлять дополнительные самолеты, опять же, как платформа для вот этих самых ракет, то есть, F-16 нужны не как бомбардировщики или специальный, ну, военный самолет, это платформа для запуска, для платформа для запуска самолета, ракет, воздух, воздух, земля, и вот именно вот эти скальпы, эти шейдовы, эти атакамс, вот это все, это вот этого формата, вот эти истории, но, опять же, американцы всегда предпочитают варить лягушку медленно, поэтому они предпочитают потихоньку, потихоньку двигать и накалять ситуацию, и для них стало большим сюрпризом заявление президента, потому что вот это заявление сказать, ребят, вы нас не обманете, то есть, вы непосредственно участники, то есть, вы даете в руки бедуинам дубинку, а куда направлять эту дубинку, согласовываете вы, поэтому не надо нас обманывать, не надо нам здесь пытаться вешать лапшу на уши, мы четко понимаем, кто есть кто в этом раскладе, поэтому, соответственно, с точки зрения международного права, с точки зрения подхода, который мы декларируем официально на международной арене, мы заявляем о том, что мы будем считать вас непосредственным участником, если вы непосредственные участники, тогда, соответственно, мы действуем в рамках уже своих доктрин, а наши доктрины, то есть это весь арсенал, вот весь арсенал, все возможности, которые у нас есть, располагают военные, военно-технические возможности России, они все могут быть использованы, вот даже несмотря на критику в отношении ядерной доктрины, там один из ключевых пунктов, для защиты государства используется весь военный арсенал, в том числе ядерное вооружение, детали там прописаны, с ним можно соглашаться, не соглашаться, сейчас-то все рассматривается детально, там, я думаю, будет новая редакция, но, тем не менее, даже эта редакция говорит о возникновении такой ситуации, когда ядерное оружие может быть использовано, для этого есть все правовые основания, которые даются в наших доктринах, мы можем это полностью делать, и об этом, собственно, сказал президент, поэтому никакого браворного заявления вот этот момент не произошло, поэтому все-таки американцы сидят с оглядкой, посматривают на эту историю, и вот они пытаются взвешивать, не стоит нам, наверное, говорить о какой-то детализации, потому что спектр достаточно большой, во-первых, много стран, которые недовольны действиями американцев, сотни баз, которые находятся на различных континентах, где находятся американские солдаты, американские представители, и опять же, британские, западные, европейские, натовские, да, то есть, и далеко не все из них хорошо защищены, очень много есть инфраструктурных вещей, от которых зависят Соединенные Штаты, ну, то есть, полный перечень, если правильно проанализировать людьми, которые этим всем занимаются, то, знаете, выявится, что болевых-то мест очень много, и вот готовы ли вы, американцы, да, то есть, для того, если бы передать Украине заведомо вооружение, которое используете вы, которое наводите вы, которое целеполагание делаете вы, и вводите полетное задание тоже вы, да, и мы тогда вас, соответственно, считаем непосредственными участниками этого процесса, поэтому дальше тогда уже не задавайтесь вопросами, мы будем, значит, мы не собираемся анонсировать это. У меня вот еще какой вопрос, ну, тут такая, как бы, вот развилка, наверное, не принципиальная, был ли это шантаж целенаправленный со стороны тех же американцев для того, чтобы остановить российское военное давление, но вот там, где оно сейчас происходит, то есть, я не хочу это называть наступлением, вот, там, на Покровском направлении, там, и под Курском, ну, в нескольких местах, по крайней мере, либо это продолжение вот той самой работающей стратегии, когда, ну, просто вот постепенно повышается градус эскалации, но все равно здесь какая-то политическая задача должна быть, но, наверное, даже это не самое важное, вот у меня еще какой вопрос, а что, с вашей точки зрения, ну, вот какая стратегия в Киеве, то есть, я понимаю, что они не читают, значит, посты, которые размещают СММщики Дмитрия Медведева, там, значит, про ядерный пепел и спекшуюся землю, это все понятно, но, тем не менее, люди же, в общем, как бы разумны, люди понятной нам культуры, мы ее хорошо понимаем, то есть, знаем, как, там, вот, логические связи работают, там, причины, следствия, вот, а что может быть, а чего не может быть никогда, и понятно, что здесь может быть все, что угодно, и, наверное, там, ну, каких-то вещей лучше по возможности избегать, от греха, от греха, то есть, вот, если, как бы, ситуация не критическая, а она, с моей точки зрения, почти для всех в Киеве не критическая, ну, может быть, за исключением Зеленского, может быть, и то я в этом не уверен, даже вот, там, тот же Ермак, ну, по крайней мере, вот тот образ, который рисуется в российских медиа, в том числе, и в государственных медиа, это не образ Гитлера, то есть, никто, в общем, не говорит, что Ермака мы повесим по итогам воды, или, там, по итогам воды мы повесим Зеленского, никогда этого не звучало со стороны официальных лиц, к чему в таком случае? Значит, ну, давайте, давайте сразу по пунктам, во-первых, вот первая задача, которая озвучивается американцам, и почему американцы, скорее всего, пошли на то, чтобы завести вот этот разговор о дальнобойных ракетах. Полтора месяца до выборов, Блинкин, представитель демократической партии, и сейчас они крайне заинтересованы, чтобы их инвестиция в украинский проект не давала трещин. А вот эти, опять же, вылазка в Курскую область, и потери, которые несет Украина сейчас на том же Донецком направлении, это плохо. Это не кардинально, это не смертельно, но это плохо. И вот они бы очень хотели, чтобы на ближайшие полтора месяца эта история как-то замерзла. Вот просто замерзла. До 5 ноября, значит, ребят, не надо суетиться, вот все, вот как идет, так идет, дайте нам разбираться там между собой. И вот в этом треке, то есть мы сказали, что этот трек правильный, и Камала Харрис несет этот трек со словами, что это инвестиция, а не потраченные зря деньги. А иначе это будет вмешательством в американские выборы. Да-да, это уже другая история, то есть это, но тем не менее, игра в ту же самую лузу. То есть там, а ну-ка давайте мы сейчас, значит, обвиним Арти, а давайте всех обвиним. Всех обвиним, что, значит, и на всякий случай тоже скажем, а ну ша всем молчать. Да, потому что американцы имеют право влазить и оценивать чужие выборы, чужую политику. А вот американскую политику нельзя оценивать, потому что это гегемон. И вот из этих позиций как бы исходят американцы и в этих посылах тоже. Ну и второй вопрос, вот тот, который обозначили, что же для Зеленского? Ну, во-первых, понимаете, то есть вот та подноготная, подводная часть, да, зачем приезжал, значит, Блинкин и британский, британский министр, это передача эстафеты. Потому что Блинкин уходящий. Блинкин уходит, значит, Блинкин, я глубоко сомневаюсь, что Блинкин останется в будущей каденции, даже если Камала Харрис победит. То есть я думаю, что там будет передача эстафеты, плюс с ноября начинается, заканчивается финансовый год в США, и новых денег Украина не получит. Значит, американцам надо искать новые источники, как вариант источники, это Британия. И вот хотя бы, чтобы они продержали следующие три месяца, то есть это вот ноябрь, декабрь, январь, пока не вступит в силу следующий президент, да, и когда уже можно будет там искать новые дополнительные деньги, выделяемые Киеву. А Киев сильно подоздержался, вот реально сильно подоздержался. Кроме 42 миллиардов, которые они планировали получить западных инвестиций, они еще попали в них, еще дырка, еще в 12 миллиардов. Поэтому сейчас там серьезные проблемы с экономикой Украины, они урезают все, что можно урезать, и вот эти деньги, которые должны были идти на содержание государства, они пошли на содержание войны, на проведение войны. Ну и вот те, славно известные, 60 миллиардов, которые выделялись слишком долго. И вот эта дырка образовалась в украинском бюджете. Поэтому Зеленский готов сейчас бежать на Рамштайн, он готов ехать в США, он готов валяться в ногах у кого угодно и выпрашивать эти деньги. Поэтому это обязательная история, и вот эта подноготная часть, ради которой все и происходит. А в то же время американцы не сильно горят давать дополнительные деньги. Опять же, они открытым текстом говорят, ребята, вы куда-то 15 миллиардов украли. То есть у вас там есть, мы четко подозреваем, что где-то вы по карманам эту историю растыкали, поэтому давайте вы как-то начнете извлекать их из ваших глубоких карманов, а то что-то там в последнее время слишком много застреет. И Зеленский поедет с планом. План у него как обычно, то есть не обращайте внимания на наши силы, а ну-ка быстро сгруппируйтесь вокруг Украины и все давайте надавим на Россию. Давайте все победим Россию. Понимаете, во влажных мечтах Зеленского, и это абсолютная правда, на что работает сейчас офис президента, это втянуть в прямое противостояние НАТО и Россию. Только в таком виде они видят личное спасение. Элит Украины, и значит, что они окажутся в какой-то момент, ну где-то на обочине, а за них начнут воевать американцы, британцы, там другие европейцы и прочие натовцы. Это планы, это идеальный план, который бы очень хотел реализовать Зеленский. Не получается этот план, сохраните финансовое поступление, сохраните подачу денег, сохраните варианты, которые до сих пор существовали для Украины. А план, который они формализуют, ну слушайте, там частично у них есть вокруг персонажи, которые бродят, и вот они такими кусочками вбрасывают, а давайте мы сейчас все страны соберем вместе, потом вызовем туда Россию и предъявим ей требования, знаете, как на этот, вот, как, проштрафившийся ученик, да, его там вызывают на совет класса. На педсовет. На педсовет, на педсовет, не важно, да, то есть, когда все уже решили, как тебя наказывать, говорит, все, Вовочка, заходи сюда, а вот мы тебе сейчас наказание изречем. Вот поэтому, вот именно, вот в таких красках и готовится вот что-то подобное в виде вот этого плана победы. Самостоятельных сил у Украины нету. Возможности у нее нет, она не способна на это. Она способна только выпросить большие деньги и убедить дополнительно своих западных коллег в том, чтобы они как можно глубже, как можно сильнее влезли в конфликт на территории Украины. Пока такой решимости, по крайней мере, со стороны американцев, нет. Они заняты выборами, у них другие задачи. Вот я об этом и хотел спросить, то есть, очевидно, но с точки зрения просто логики американцам, вот любая движня там не нужна. То есть, я согласен вот с той версией, что история с дальнобойными ракетами, это, в общем, скорее всего, имеет очень простую цель. Заморозьте нам наступательные действия до окончания президентских выборов. Не ломайте как бы нашу игру. Вот. А иначе, ну и, собственно, как бы вот там звучит следующее предложение. А англичане-то зачем вписываются? Вот их... Англичане всегда. Вот этот политический стереотип, я его слышу постоянно. На самом деле, вот для меня, как бы, вот то, что там с большими глазами начинают рассказывать про, значит, старинную, большую игру, я читал Киплинга, я в курсе. Вот меня вообще это не убеждает. То есть, во всем должен быть понятный смысл, логика, вот где деньги? Логика проста. В этом смысле, почему британцы... Я перечислял вам уже несколько кейсов, в которых британцы выступали вот этим триггером. То есть, и они, значит, старались бежать перед едымом паровоза. Почему? Да? А очень просто. Политика британцев и американцев, она неоднородна. Американцы большие и сильные. У них много денег, у них много вооружения. Они могут давить своими усилиями, и они чувствуют себя на сегодняшний день гегемоном, первыми в мире. Британцы сохраняют свои имперские амбиции, но они слабые. У них слабая экономика, у них практически нет собственного вооружения, они сильны только международными играми. То есть, пока они, пока, вот, выясняют отношения крупные игроки, британцы находят свое место между ними. И до тех пор, пока крупные игроки не сбились в коалиции, не сбились в какие-то группы, которых они говорят напрямую друг с другом, тогда, значит, британцы находят свое место там. Они поддерживают коммуникацию с Индией, они поддерживают коммуникацию с Турцией, они поддерживают коммуникацию с огромным количеством государств, которые сейчас входят в глобальный юг, да, и государства, которые на сегодняшний день играют очень весомую роль, не только в украинском кризисе, но и, в принципе, в мировых раскладах. Поэтому здесь, конечно, есть какая-то историческая имперская память, но стремление к выживанию, оно все-таки больше. И поэтому здесь Британия, она, Британия переживает совсем не лучшие времена, я не знаю, допустим, кто дольше просидит в кресле, лама или все-таки оставшийся срок, который остался у Блиндена. Да, потому что, ну, слишком часто, уж в последнее время в Британии меняются премьеры, значит, подходы, правительство и прочее. Поэтому здесь, вот там, эстафета эстафетой, но насколько британцы смогут поддержать, выделить те же самые 2,5 миллиарда фунтов, которые они обещали для Украины, и смогут ли они перекрыть вот этот бюджетный дефицит, ну, для меня тоже сохраняется определенный вопрос, но, знаете, такой хороший пафос дороже денег, поэтому именно в эту игру сейчас играют британцы, и здесь, ну, наверное, не только Киплин виноват, здесь вот реальные расклады, в которых сегодня существует британская политика. Родион Валерьевич, спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России, соучитель фонда «Помогаем нашим» телеграм-каналу Родион Мирошник, перейдите, подпишитесь, кстати, по подду англичан, свои 2 копейки я оставлю. Я думаю, что здесь, в общем, модель взаимоотношений, она такая традиционная, платить за все должны немцы. Почему? Ну, потому что немцы проиграли, и поэтому они должны платить. Вот, чем у меня англичане всегда вызывают чувство глубокого восхищения, это вот своей предельной последовательностью, ну, и злопамятностью, конечно. То есть, не, они не злопамятны, они просто злые, у них хорошая память. То есть, немцы должны платить. Долго? Долго. Долго, бесконечно. Лучше всегда. Вот, я думаю, что в этом сюжете, ну, очевидным образом расчет именно на это, тем более, что британский бюджет глубоко дефицитный, им даже пришлось отменить субсидии для пенсионеров на отопление, а для Англии, вот, кто жил хотя бы там недолго, знает, в общем, насколько это больная тема. То есть, когда ты выбираешь пожрать или включить радиатор, часто не остается ни на то, ни на другое. Вот, поэтому вот, вот такая вот история. Продолжение следует...